Шалом, шалом! Итак, шиур миспашмоне. Ура! Наконец-то! Я на прошлом уроке даже немножко перегнала сама себя, и я вам рассказала два новых слова, которых еще даже в Мамрайзе не было. Это было вопросительное слово «когда?». Когда? Как? Мы повторим это сейчас. Когда ты встаешь? Как мы спросим? Матай? Ата? Кам? Матай это кам? И ответим, я встаю в 8. А как мы скажем, я встаю в 3? А как мы скажем в 6? А как мы скажем, они встают в 7? В общем, и так далее, и все остальное. А если мы хотим сказать, что он не приходит в 2? Какую мы выберем форму? Штайм. Выбираем женскую форму. И окончание остается, потому что мы его не дублируем, оно там одно. Поэтому хубабе штайм. Так мы говорим про время. Который час, мы спросим, что час? Ма-ха-ша-а. Ха-ша-аш-тайм. Сейчас время 2. Ха-ша-аш-тайм. Еще раз спросим, когда вы во множенном числе приходите? Матай-атэм-ба. Атэм в множенном числе, поэтому ба-им. Матай-атэм-ба-им. А они ответят, мы приходим, когда мы хотим. Как мы это скажем? Анах-ну мы приходим. Ба-им. Когда? Это слово с прошлого урока, да? Помним? Матай-вопросительное. Кше-относительное-отвечательное. Анах-ну ба-им. Кше-когда мы хотим. Кше-мы. Анах-ну хотим. Помним? Роце-роца-роцим. Анах-ну ба-им, кше-нах-ну роц-ким. Или мы приходим, когда мы не заняты. Анах-ну ба-им, кше-нах-ну ло ас-ук-им. Мы приходим, когда у нас есть время. Анах-ну ба-им, кше-е-ш-ла-ну з-ман. Анах-ну ба-им, кше-е-ш-ла-ну з-май. И спросим их, а когда у вас есть время? Когда? Вопросительное. Матай. Матай-еш-ла-х... У вас, у вас ла... У тебя лэ-ха, у вас ла-хэм. Матай-еш-ла-хэм з-ман. Они ответят, у нас есть время, когда мы не на работе. Е-ш-ла-ну з-ман. Когда? Относительно, не вопросительно. Кше-а-нах-ну ло ба-а-вода. Я-фэ. Я-фэ. Красиво, замечательно. Я-фэ. А-х-шав. Теперь не путать ка-ше и к-ше. У нас есть слово ка-ше. Ка-ше это прилагательное. Оно означает, что... Помним? С урока номер 6. Ка-ше. Ка-ше тяжело. Ка-ше. Ка-ше. Это ка-ше. А когда? Когда пишется вот так. Пишется с кафом, а не с куфом. С кафом. Читается как к-ше. И это относительное когда. Понятна разница? Как мы скажем? Мне тяжело, когда у меня нет новых идей. Вот так. Мы имеем все слова, чтобы это сказать. Вперед. Мне тяжело. Тяжело мне. Ка-ше. Тяжело ко мне. Ка-ше ли. Ка-ше ли. Когда? К-ше. Ага. Ка-ше ли к-ше. Нету у меня. Эйн ли. Еще. Я напишу. Я напишу. Ка-ше ли. Но я пишу в скайпе без огласовок. Поэтому... Ка-ше. Тяжело. Ка-ше ли к-ше. Когда нету у меня. Эйн ли. Ка-ше ли к-ше. Эйн ли. Идеи. Оу. Это исключение на самом деле. Потому что ра-йон. Это идея. А во множественном... Это мужской... Ра-йон. Ну, хорошая идея будет ра-йон-тов. Мужской род. Ну, у нее... Форма множественного числа у нее как исключение. Она будет звучать как женский род. К-ше. Эйн ли. Ра-а-йон-от. Ра-йон-от. Ка-ше ли к-ше. Эйн ли. Ра-йон-от. Новый. Новый. Помним новый? Новый встречался у нас в руке номер 6. Новый. Помним? Хадаш. А ра-йон-от во множественном числе. Ра-йон мужского рода. Поэтому хадашим. Хадашим. Ка-ше ли к-ше. Эйн ли. Ра-йон-от. Хадашим. Мне тяжело, когда у меня нет новых идей. Да, тяжело. Тру сложная фраза, да? Стакаем что-нибудь другое. Мне тяжело, когда у меня нет времени. Ка-ше ли. Когда? К-ше. Нет у меня. Эйн ли. Время. Зман. Ка-ше ли к-ше. Эйн ли. Зман. Бэмэд. Бэмэд. Зинахон. Ка-ше ли к-ше. Эйн ли. Зман. Оваль. Зе-корэ. К-ше-эйн ли. Зман. Что я сказала? Ка-ше ли. Мне тяжело. К-ше-эйн ли. Зман. Когда у меня нет времени. Оваль. Но. Зе-корэ. Это случается. Происходит. Оваль. Зе-корэ. К-ше-эйн ли. Зман. Когда у меня нет времени. Зе-корэ. Это происходит. Зе-корэ. Коль хазман. Зе-корэ. Это происходит. Коль. Все. Ха-зман. Зман. Время. Коль хазман. Все время. Зе-корэ. Коль хазман. Происходит. Все время. Окей. А у вас? Вэ-лахэм. Вэ-лахэм. Зе-корэ. Зе-корэ лахэм. С вами это происходит. Что именно? Шэйн лахэм зман. Что у вас нет времени. Эйн лахэм зман. Зе-корэ. Кэн. Я думаю, что да. Хорошо. Теперь. Кше и каше не путаем. Теперь. А если мы хотим сказать... Ну, кто-то спросит... Я кто-то могу... Ну, как вспоминаю, мы на прошлом раке учили инфинитивы. Помним, да? Например, он хочет прийти. Ху хочет... Ро-це прийти. Вспоминаем? Лаво. Ху-ро-це лаво. Но у него нет времени. А валейн лозман. А если мы хотим сказать, что он не может прийти? После «может» идёт инфинитив, русскоговорящим с этим проще, потому что он не может что делать, приходить, прийти. Он не может прийти. Он может, 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 будет, на игрите «яхоль». А как будет он не может «пу-лё-яхоль», «пу-лё-яхоль», прийти, «лаво». «Пу-лё-яхоль-лаво» этим вечером. «Пу-лё-яхоль-лаво» «пу-лё-яхоль-лаво» «пу-лё-яхоль-лаво». Я не могу петь, как я это скажу в женском роде. «Ани-лё-яхола» в женском роде. «Я-я-хола» «Ани-лё-яхола» петь. «Ла-шир». «Ани-лё-яхола-ла-шир». То есть до сих пор у нас было слово «о-цэ», после которого мы ставили инфинитив «я хочу что делать». А теперь у нас есть ещё одно слово, для которого нужен инфинитив, которое мы уже выучили. И это слово «я-холь» или «я-хола-моч». «Я скажу про себя, я не могу вставать в шесть утра». «Я не могу вставать рано утром, я не могу вставать в шесть утра». «Ани-лё-яхола-ла-лакум-мукдам-бабокер». «Ани-лё-яхола-лакум-бэшэш». «Вот, вэмэт, лё-хола». Я как-то жалуюсь, у меня времени нет, я не могу рано утром вставать. Так, он, скажем так, он хочет жить в Рио-де-Жанейро, но он не может. Он хочет в Рио-де-Жанейро жить. Лагу, где? В Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро. Но он не может. А Валь? Улё-яхоль. Мизе, кто это? Мизе, угадайте, кто это? Мизе. «Вот, цело губы в Рио-де-Жанейро, а Валь-лё-яху». Теперь, а мы можем ещё... А ещё хочу, чтобы вы мне сказали, что все хотят жить в Рио-де-Жанейро. А как мы скажем «все»? Давайте это скажем не «все», а «каждый». Видите, каждый, каждый очень просто формируется. Мы скажем, как по-английски мы скажем, как будет «каждый». Знаете, «every one». Встречали такое слово «every one». «Every» – это как бы «каждый», и «one» – это «один». «Каждый один». А как мы скажем «каждый» или «все», «каждый день»? «Коль-ем». Да, как будет «каждый»? «Коль». Ага, значит «коль». Как будет «один»? «Эхад». Возьмем в мужском. «Эхад». «Коль-эхад». Вот у нас получилось «кол-эхад». «Коль-эхад» значит «каждый». Итак, «каждый» хочет жить в Рио-де-Жанейро. «Коль-эхад» хочет «лагур» в Рио-де-Жанейро. Но не каждый может. Ну, если бы мы про Израиль немножко сказать. «Коль-эхад» хочет «лагур» в Рамат-Авив. Рамат-Авив – очень дорогой район Тел-Авива. Нет, «коль-эхад». «Коль-эхад» хочет «лагур» в Рамат-Авив. Это неправда. «Коль-эхад». «Каждый хочет летать». «Коль-эхад Ро-де-Жанейро». Был у нас такое «аф-афа» и инфинтим будет. Ну, как «кам-кам-а-ла-кум, аф-афа-ла-уф, кол-эхадру-цэ-ла-уф». Как бабочка. «Коль-эхадру-цэ-ла-уф». А если добавить немножко драматизма и сказать «каждый хочет лететь отсюда», это значит, как бы, ну, как бы, убраться отсюда. «Коль-эхадру-цэ-ла-уф, мекан». Если кто-то находится в плохом месте, он с переносным мыслям может сказать «ла-уф», в смысле быстро убраться откуда-то. «Коль-эхадру-цэ-ла-уф, из здесь, мекан, отсюда, мекан, уф, мекан, убраться отсюда». «Ахшав», теперь, это мы, а, хочу повторить следующий момент. «Каждый хочет видеть новость». «Каждый, кол-эхад, хочет ро-цэ-видеть». «Секундочку, видеть мы еще не знаем». «Каждый хочет», нет, «каждый хочет…» «Хорошо, неважно». «Каждый смотрит новости». «Все смотрят новости». «Каждый, кол-эхад, смотрит…» «Это каждый, это единственное число, каждый смотрит, кол-эхадру-э». «Новости», я хочу, чтобы вы сказали новости. «Хадашот». «Кол-эхадру-э-хадашот». «А если…» «Это какие-то определенные новости». «Вечерний выпуск». «Как мы скажем определенные новости?» «Вспоминаем, у нас была такая фишка «аккузатив». «Смотрим, кого что новости». «Аккузатив», «винительный падеж» проявлялся, вспоминаем, да, проявлялся специальным предлогом, но он проявлялся только перед существительными с определенным артиклем. «Как мы скажем, я вижу дом». «Аниру-а-байт», «я вижу определенный дом». «Аниру-а-эт-ха-байт». Значит, у нас был винительный падеж. «Эт-ха». Тут у нас был глагол. Глагол, а здесь было существительное. Это номер один, это номер два, потому что у нас в другом порядке. Глагол «эт-ха» – существительное. В этом смысле у нас есть винительный падеж. Я вам сказала, а, что мы, еще одно повторение, да, я не вижу проблемы, определенной проблемы. «Ани-ле-ро-а-э-эт-ха-байя». Я вам тогда сказала, что у нас, в принципе, в иврите падежей нет, но есть что-то похожее на падежи, есть вот винительный, он же «аккузатив». Есть еще один, и я тогда задумалась и запуталась, какой же у нас еще есть падеж. Я перепроверила этот момент. Я не зря запуталась, но на самом деле это падеж, так называемый, притяжательный, которого в русском, он является частью родительного падежа, но не только. Притяжательный, так называемый, падеж. Притяжательный. Что это значит? И у нас он выражается через родительный. Что это значит? Это то, что по-английски есть вот это вот словечко «ов». Да, это кого-чего, принадлежащий кому-чему. «Ов», то есть кому принадлежит. Это исключительно «опринадлежность», «притяжательный». А «принадлежность» или он также «позессив» называется. Это был «аккузатива», это «позессив». Итак, значит, у нас было «винительный» – это «а», «а», «притяжательный». Как выражается у нас на игрите? Вот такой вот вещью. «Шель», «шель». Как мы скажем, работа, чья работа? Даже «чья», «чей», «чья». Работа, чья, «папы» – это будет «work of the father». А «вуда», «шель», «аба». И тут у нас «существительное» на первом месте и опять «существительное» на втором месте. «Авуда», «шель», «аба». Где папина работа? Как мы спросим. Где работа, чья, «папы»? Вот так мы спрашиваем через «чья». «Эйфо», работа, «авуда», «чья», «шель», «аба», «папы». «Шель», «аба». «Эйфо», «вуда», «шель», «аба». Где собака мальчика? Где собака кого чего? «Шель», «мальчик». Где собака, «шель», «мальчик». «Эйфо», «ха», «кэлев», «шель», «хайелед». Где номер дома? Мы не видим номер дома. Как мы скажем? Я не вижу номер дома. Где номер дома? «Ани», «лю», «ро», «а», «кого», «что», «эт», «ха», «мис», «пав». Очень хорошее предложение получилось для примера. «Ани», «лю», «ро», «а», «эт», «ха», «мис», «пав». Тут винительный падеж. «Кого чего?» «Дома», «шель», «аба», «эт». Тут есть оба падежа. «Ани, лё,ро», «а», «я» не вижу. Кого что? Номер. «Ани, лё,ро», «эт», «ха», «мис», «пав». Чего? «Шель», «аба», «дома». Сейчас. Я не смотрю, но вечерние новости. Как мы это скажем? Я не смотрю, ани, лё,ро», «а», «кого чего?» «Новости». Помню, как будет новый? «Хадаш». Как будет новость? «Хадашо». Итак, я не смотрю, ани, лё,ро, «а», «кого что?» «Определённые новости». «Эт ха хадашот». Ани, лё,ро,а, эт ха хадашот». Кого чего? «Вечера». «Шель ха эрэв». Или «шель ха бокер». Зависит. «Хадашот шель эрэв», «шель ха эрэв», «хадашот шель ха бокер». Ани, лё,ро,а, эт ха хадашот шель ха эрэв». А если мы хотим сказать, что я не хочу смотреть, чего нам в супе не хватает? «Я не хочу смотреть». Мы знаем, я не хочу смотреть, она смотрит, он смотрит, смотрим, мы смотрим. Как будет смотреть? Вот тут мы пришли к нашей самой основной теме этого урока. То, что мы делали до сих пор, это было тоже важно и полезно. Мы сейчас… Сейчас, сделаем еще один экран. До сих пор мы разделяли глаголы на две группы, на группу 1 и на группу 2. И для группы 1 мы уже знаем, как мы делаем инфинитив. Например, прописными, прописными, прописными. ГАР, ГАРА, инфинитив будет… Кто мне напомнит? ЛАГУР. Да, вспоминаем. ГИМЕЛЬ и РЭШ – это корень. ЛАМЭТ всегда присутствует. Это начало любого инфинитива. У вставляется, как недостающая буква. А признак первой группы – это нулевое окончание и А в конце. ГАР, ГАР, какое у нас было еще отклонение было? БА, БАА. Тут у нас был инфинитив. Напомните мне? ЛА, ВО. Да, помним, здесь почему-то У превратилось в О. А в остальном все стандартно. И какой у нас был третий вариант? В той же группе. Это все в рамках того же правила. Да, спасибо, ШАР. ШАР. Какой будет инфинитив? ЛАШИР. Да, тут нас спасать пришла другая слабая буква И. Итого, ШИН и РЭШ у нас остаются как корневые буквы. Как корневые буквы. Здесь нулевое окончание, здесь окончание А. Это для нас, это вот эти вот настоящее время. Настоящее время. Я разбиваю их по группам в соответствии с настоящим временем. Это не соответствует классической системе разберения на группы. Классическая система разберения на группы, она разбивает на группы по прошедшему времени. Ну, подумайте сами. Мы же еще не знаем прошедшее время. Как же мы будем их, с какой стати мы их будем делать им классификацию по чему-то, чего мы не знаем. Давайте начнем с того, что мы знаем. Это настоящее. Итак, первую группу мы сказали, умеем из нее сделать инфинитив. А вторая группа такая, как, например, возьмем глагол, который мы не упомянули на прошлом уроке, но мы точно его выучили в МРАЗе. Давайте проверим. ШОТЕ, ШОТА. Что это значит? Помните? ПИТЬ. И смотрите, ШОТЕ, ШОТА, если я не напишу ничего дополнительного, мы не увидим разницы. Это Э, а это А – обозначение гласных. Э и А – это не огласовки, это обозначение, я напоминаю. ШОТЕ, ШОТА. Как мы из него сделаем инфинитив? Значит, тут нам надо подумать. Во-первых, давайте посмотрим на ШОТЕ. ШОТА, давайте подумаем, какие у нас согласные будут сосновные. Как мы думаем? Ну, наверное, ШИН. Смотрим на следующую. Вот она есть, они здесь повторяются. Те, которые повторяются, наверное, конечно, корневые. Мы будем подозревать, что ЭЙ, наверное, не корневая, она слабая. А что мы подумаем про ВАВ? Мы тоже ее заподозрим в том, что она слабая, что она не является корневой. Мы видим здесь только две корневые буквы. Ой-ой-ой, опять. Здесь у нас была проблема, что их только две. Что мы сделали? Один, два, мы пригласили одну из группы поддержки. Из группы поддержки мы пригласили буквы ВАВ или буквы Ю. Из ШОТЕ, ШОТА. Тут так получается, что у нас есть вот это О, О, ЭТА, ЭТА. Опять же, как бы из той же группы поддержки функциональная буква. Эти функциональные буквы мы всегда подозреваем, что они не являются частью корня. Значит, они нам не помогут. Что значит, что буквы не являются частью корня? Значит, что они просто плохо себя ведут. Они приходят, они уходят. Вот так. Поэтому О, О, это слабая буква, поэтому мы ее не зря подозреваем. Она скажет, не-не-не, я не играю в инфинитив. А что же мы будем делать с инфинитивом? Ну, давайте начнем строить его, как мы строим всегда. С чего мы начинаем инфинитив? С ламеда. Ага. А потом возьмем те буквы, на счет которых мы уверены. ШИН и ТАВ. О, хорошо. Теперь, ну, нам что-то не хватает. Ну, как же так? Ну, ламеда – это только две буквы. Нам нужно больше. Нам нужно больше. И тут для этой группы есть отличительная черта. У нее есть такое характерное окончание для этой группы. Характерное окончание этой группы – это окончание ОТ. Вот так вот. ОТАВ – не слабая буква, но все равно. ОТ. ОТ и ТАГО – лишь ТОТ. ШИН и ТАВ – мы точно уверены, что они корневые. А тут нам чего-то не хватало. Ну, мы добавили ОТ вместо этого. Итого, лишь ТОТ будет, значит, что-то что-то пьет, лишь ТОТ значит пить. Как мы скажем, я не хочу пить… У нас в моем разе было слово «вода». Скажем, я не хочу пить воду, определенную воду. АНИ ЛЮ РОЦЕ или РОЦА пить лишь ТОТ, кого что-то ЭТХА МАИМ. АНИ ЛЮ РОЦА ЛЮ ЧТОТ ЭТХА МАИМ. Я хочу пить колу. АНИ РОЦА ЛЮ ЧТОТ КОЛА. Дети могут сказать… АНИ РОЦА ЛЮ ЧТОТ КОЛА. Или можно сказать… Я, например, могу сказать, что я не могу пить колу. Ну, не то, что не могу, но я не хочу. Я не люблю колу. Или, например, я не могу пить кофе. Например, некоторые люди не могут пить кофе. Как они скажут? Я не могу пить кофе. Мальчик, допустим. АНИ ЛЮ РОЦА ЛЮ ЧТОТ КОФЕ будет КАФЕ. АНИ ЛЮ РОЦА ЛЮ ЧТОТ КАФЕ. Я могу пить только воду. АНИ ЯХОЛЬ ПИТЬ ЛЮ ЧТОТ ТОЛЬКО. Как бы только рак. АНИ ЯХОЛЬ ЧТОТ РАК ВОДУ МАИМ. АНИ ЯХОЛЬ ЧТОТ РАК МАИМ. Замечательно. Это было лишь тот. Ну, давайте попробуем другое. Возьмем из этой же группы. Вот наш самый замечательный. РОЦА. Давайте попробуем построить точно так же, как мы строили. Берем Л с согласовочкой И. Берем две точно корневые буквы. Какие они? РЭШ И ЦАДИК. Эти так. Итого пишем РЭШ И ЦАДИК. И какое у нас такое типичное фирменное окончание этой группы? ОТ. Итого мы получаем... Давайте попытаемся прочитать. ЛИ РЦОТ. ЛИ РЦОТ. Хотеть. Хотеть. Давайте попробуем еще один. ЛИ РЦОТ. ЛИ РЦОТ. Еще один. Вот этот. РО. Э. РО. А. Что значит? Помним. Видеть. Давайте попробуем из него построить. Ну, берем Л. Под него огласовочка. И так в этой группе заведено. Но если в этой группе было заведено ЛА, 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 то в этой группе по-другому. В этом основная разница между группами. Что у них есть определенные такие формочки. И у этих формочек, допустим, определенные дополнительные буквы и определенные огласовки. Это вот то, что делает их одной группой. Итого. Значит, РО и РОА. Какие у нас тут сильные буквы? РЭШ И... Обратите внимание. АЛЕФ. АЛЕФ – это абсолютно согласная. И сильная согласная. Это по-русски А – это гласная. Но это не А. Это молчаливая, суровая, согласная. РЭШ и АЛЕФ – согласная. Итого. РЭШ и АЛЕФ. И какое у нас фирменное окончание? ОТ. Итого у нас есть ЛИР. А что это? А мы ничего не читаем. ЛИР ОТ. Как мы сделаем просто такую... Споткнемся. ЛИР ОТ. Вот так это читается. ЛИР ОТ значит видеть. Как мы скажем? Я не могу это видеть. Ну, такие по-русски. Лучше, я не могу это смотреть. Ну, по-русски. Я не могу это видеть. АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ. Кого что? ЭТ. ЗЕ. АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ. ЭТ. ЗЕ. Почему там ЭТ? Там же нету ХА. Это же не ЭТ. ХА. Потому что ЗЕ в нем как будто уже есть ХА. ЭТ. ЗЕ. Я могу сказать, что я не могу смотреть новости. АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ ЭТ. ХА. ХА. ДАШОТ. А могу сказать АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ ЭТ. ЗЕ. Я не могу видеть ЭТ. Замечательно. АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ ЭТ. ОСА. ОСЕ. ОСА. Давайте по буквам посмотрим, как мы из него будем делать инфинитив. Но не читаем. Только смотрим. ЛАМЕНТ. Какие у нас будут, наверное, АНИЛ. Помните, эти молчаливые, они согласны. АНИЛЁ ЯХОЛА ЛИР ОТ ЭТ. ФИРМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ ОТ. Как мы это будем читать? Ну, наверное… Стоп. Тут есть один очень интересный фокус. Тут не совсем все просто. Почему? Это достаточно просто, но надо знать. Здесь мы впервые встретились с капризной буквой АН. Почему она капризная? У нее есть такая прихоть. Она не любит быть никаким… Ну, она же прозрачная, да? Ее надо читать какой-то огласовкой. Эта буква любит исключительно звук А. А, то есть, эта формочка, формочка вот этих вот второй группы, да, она требует быть ЛИ, ЛИШТОТ, ЛИРЦОТ, ЛИРОТ, ЛИРОТ, ЛИВКОТ, ЛИКРОТ. Это вот мы не проделали еще, да, ЛИВКОТ, плакать, ЛИКРОТ, происходить, случаться. Ага, ЛИШТОТ, ЛИРЦОТ, ЛИРОТ, ЛИКРОТ, ЛИВКОТ. А тут первая буква корня АИН. И АИН говорит, я не хочу быть И. АИН никогда не хочет быть околосована И. И так же и ЭН нехуй не любит быть околосована. Она любит быть околосована А, и она под себя просто растоптала все правила. И стала ЛААСОТ. Вот так вот мы читаем инфинитив делать. ЛААСОТ. Как мы скажем, я не могу делать это. АНИЛЁ, ЯХОЛЬ или ЯХОЛА, АНИЛЁ, ЯХОЛА, ЛААСОТ, делать ЭТЗЕ. АНИЛЁ, ЯХОЛА, ЛААСОТ, ЭТЗЕ. Я не хочу делать это. Не заставляйте. Я не хочу делать... Я не хочу делать что-нибудь. Слово что-нибудь у нас скоро встретится в Мемразе. Как будет вопрос что? Как мы скажем, что? МА. А что-то будет МАШЕХУ. Что-то. МАШЕХУ. МАШЕХУ. Что-то. 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 АНИЛЁ, ЯХОЛА, ЛАСОТ, МАШЕХУ. Я не хочу что-то делать. Да. АНИЛЁ, ЯХОЛА, ЛАСОТ, ЭТЗЕ. Я хочу делать работу. А если мы скажем, я не могу видеть кого-то. Ну, если МАШЕХУ, МА, это что? Как будет кто? МА, это что? Как будет кто? МИ. МАШЕХУ, что-то. А МИШЕХУ. МИШЕХУ. Кто-то. Кто-то. Кто-то не может видеть. Допустим, мы спрашиваем, видно ли все на доске хорошо. Кто-то не может видеть. МИШЕХУ, ЛАХОЛ, ЛЕРОТ. МИШЕХУ, ЛАХОЛ, ЛЕРОТ. Кто-то не может это делать. МИШЕХУ, ЛАХОЛ, ЛАСОТ, ЭТЗЕ. МИШЕХУ, ЛЕРОТ, ЭТЗЕ. МИШЕХУ, ЛЕРОТ, ЭТЗЕ. Кто-то не хочет это делать. МИШЕХУ, ЛЕРОТ, ЭТЗЕ. Кто-то не хочет делать. Кто-то не... Ну, не важно, достаточно. Это было МИШЕХУ, МАШЕХУ, ЛАХОЛ, ЭТЗЕ. Теперь кто-то скажет, я не могу сделать работу определенную. Я не могу, а не ЛЕЯХОЛ, делать. ЛАХОЛ, КОГО, ЧТО, РАБОТУ. ЭТЗЕ. А, ВОДА. РАБОТА СЛИШКОМ ТЯЖЕЛОЯ. Вот этот момент мы не освещали еще. У нас был в уроке номер 6. Было такое слово в МРАЗе. Я уверена, что вы сделали, вы его проработали. Если слово БОЛЬШЕ, БОЛЕЕ, то слово было ЙОТЕР. Да, как мы скажем, БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ. ЯФЕЙОТЕР. БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ. КАЛЬЙОТЕР. БОЛЕЕ ТЕЖЕЛЫЙ. КАШЕЙОТЕР. А если мы хотим сказать СЛИШКОМ, то есть ТУ МАЧЬ, СЛИШКОМ. СЛИШКОМ – это другое слово. Не путаем их. СЛИШКОМ – это слово сегодняшнего урока. СЛИШКОМ пишется вот так. И ЧИТАЕТСЯ МИДАЙ. Итак, как мы скажем, это СЛИШКОМ ТЕЖЕЛО. ЗЕ КАШЕМИДАЙ. Это СЛИШКОМ ЛЕГКО. ЗЕ КАЛЬМИДАЙ. Это СЛИШКОМ КРАСИВО. ЗЕ ЯФЕМИДАЙ. МИДАЙ всегда идёт после прилагательного. Не скажем, никогда не идёт вперед, идёт после ЯФЕМИДАЙ. ЯФЕМИДАЙ, КАШЕМИДАЙ, КАЛЬМИДАЙ, ХАММИДАЙ. И СЛИШКОМ ЖАРКО. КАРМИДАЙ, СЛИШКОМ ХОЛОДНО. Итак, и последнее, значит, на закуску. Очень интересный глагол. Поздороваемся с ним, который принадлежит второй группе, о котором мы ещё не слышали. Почему? Что это за глагол? Почему вы о нём не слышали? Потому что мы вторую группу изучали только в настоящее время. А его в настоящее время не было. У нас есть интересный глагол, который существует в настоящем времени, который не существует в настоящем времени, но существует в инфинитиве. А мы все говорим по-русски, поэтому мы прекрасно знаем, что это за глагол. То есть он в русском был, но сейчас его там уже нет. Вот. Вспоминаем, думаем, да? Ага. Аз есмь царь. Вспоминаем. Я есть царь. Да, сейчас никто так не говорит. Он был. А какой у него инфинитив? Что делать? Да? Быть. Быть. Итак. Быть. Как будет на ибрите? Быть. Я вам напишу, вы поймёте, почему. Я его сейчас про него обговорю. Ли-х-й-от. Смотрите. Ли-ш-то-т, ли-х-от, ли-ш-то-т, ли-х-то-т, ли-х-то-т, ли-х-й-от. Та же самая форма. Абсолютно. Он по всем признакам принадлежит к нашей группе номер два. Интересно посмотреть, какие у нас тут корневые буквы. Смотрите. Вау. Хей-й-юд. Это все наши проблемные буквы. Это все слабые буквы. Поэтому этот глагол, мы можем от него отжидать гадости, но гадости от него можно не ожидать. Они ведут себя хорошо с этим глаголом. Это глагол супер важный, супер сильный, супер полезный. И вот он такой, это глагол чудо, в котором все буквы, обе буквы корня, которые как бы видимые, буквы корня, они являются слабыми буквами, которые сами по себе это вообще как функциональные. Мы их видим часто как функциональные, как буквы помощники. Итак, лихь-й-от, быть. И для тренировки этого глагола быть, он супер важный. Лихь-й-от. Я вас поздравляю. К этому уроку в вашем домашнем задании у вас наконец-то появится первый неадаптированный, даже не текст, а текст песни. Я вас поздравляю. К этому уроку ваше задание по чтению и по прослушиванию, и словарный запас тоже оттуда будет. Это песня. И песня называется, вы можете мне сейчас название перевести с русского на иврит, и вы его увидите, конечно, и в Мразе есть эта песня. Каждый хочет быть. Как мы скажем каждый? Like everyone. Каждый один. Помните, мы говорили про это? Вот оно. Каждый. Коль-э-хад. Хочет. Ро-це. Быть. Лихь-йот. И припев там каждый хочет быть кем-нибудь, чем-нибудь. Кто-то, что-то. Коль-э-хад-ху-целихь-йот. Миши-ху. Маши-ху. Все. Итак, мы сегодня выучили инфинитив второй группы, и за это вы получаете заслуженный бонус-песенку с глаголом Лихь-йот. Коль-э-хад-ху-целихь-йот. Немножко ретро-песенка. Я надеюсь, что она вам понравится. Вообще она всем нравится. Вот. И все. Вы большие молодцы. Мы заканчиваем 8-й урок сегодня. И я вас жду на следующий урок. Урок номер 9. В уроке номер 9 мы начнем третью группу, которая... Там не будет фокусов, там не будет двух букв. Наконец-то мы увидим настоящий, трехбуквенный, она как бы правильная и большая, и там много глаголов, она как бы нормальная. До сих пор мы учили приятные, небольшие, полезные, но ненормальные группы глаголов. Наконец-то мы начинаем третью группу, самую солидную. Это на следующем уроке. А сейчас я с вами прощаюсь. И слушайте песню, разбирайте слова. Я надеюсь, вам понравится. Все. До встречи. Продолжение следует... До встречи. До встречи.